привет ребят сегодня такая будет немножечко в потемках потому что вот остановить остановились только чтобы провести эфир сейчас я включу сразу же youtube привет привет да ребят давайте сразу же пока тему не начала пока присоединяются давайте я вам расскажу про москву было очень много ну были заявки чтобы где-нибудь в каком-нибудь городе провести как живые встречи у кого нет возможности присоединиться к ретриту к марафонам еще что-то и вы же все знаете что в подмосковье будет как раз слетов слет автономов по моему называется там будет несколько спикеров несколько спикеров вот я буду в том числе 30 числа но так как ситуация в стране такая вот непонятная то там тоже под вопросом стоит будет ли этот слет вообще вот и под этот слет я как раз подобрала чтобы 28 29 чтобы быть в москве на живой встрече провести эти живые встречи и ребят мне достаточно много народу пишет что они подъедут но не регистрируются вот если вы регистрироваться не будете мы не поймем сколько человек потому что нужно вносить бронь за зал бронь за зал вносить не с чего там будет как бы вход будет но смешная цена чтобы просто вот нам оплатить все все вот эти вот расходы чтобы оплатить поэтому если кто-то хочет приехать на в москву если кто-то хочет приехать там на слет но слет там реклама как бы достаточно много идет кто хочет приехать в москву на личную встречу 28 либо 29 либо и 28 29 напишите мне в телеграмм в личку я дам контакты девочки которая вас зарегистрирует чтобы мы понимали вообще стоит мне туда выезжать или нет будет там народ или нет потому что если там будет человека 3 мы не сможем с вами сможем с вами даже зала платить как бы смысл тогда какой в этом все все пропало так все у нас эфир запустился ребят пишите свои вопросы пока им сейчас расскажу а я все-таки хочу сказать что у нас за тема сегодня что значит инвестиции в будущее то есть мы же с вами все прекрасно знаем кто у нас будущее будущее у нас это наши дети и я в очередной раз столкнулась тем что мы переехали вы знаете я переехал в новый город с семьей и я устроила детей физико-математический лицей но отношение преподавателей вы знаете тоже такое никакое чего уж греха таить это что детям преподают преподают но наверное у процентов 50 того что это просто чтобы забить черепушку чтобы за просто я не знаю там просто чтобы просто чтобы было чтобы был этот диплом который нахер не нужен и я начала смотреть какие есть онлайн-школы чтобы перевести ребенка в онлайн-школу и в онлайн-школах я тоже столкнулась с тем что там не заинтересованы преподаватели чтобы ребенок как-то вытянулся там максимум что удобно что ты ребенка можешь собой куда-то брать ездить куда-то но что он будет лучше учиться потому что у него нет желания учиться не вариант у меня у детей у меня только старший сын он ему интересно учиться ему дается учеба легко и он спокойно учится в любой школе а младшие они не хотят учиться им это не интересно они из-под палки ходят и в школу и делают какие-то уроки то есть они я вижу как они просто вот эту драгоценную свою жизнь тратят на то что я их постоянно ломаю что нужно учиться я я понимаю что не нужно учиться и я и они это прекрасно знают и у них у нас постоянно идет борьба только лишь из-за того что они вот эту вот свою скуку из-за того что им скучно сходить в школу из-за того что-то это вот скука идет они выкидывают вот свой нереализованный потенциал выкидывать всякое говнище вообще в ненужные вещи и чтобы вот этого не было ребят как ни крути надо организовывать свою школу как я это вижу то есть я создала чат дети будущего назвала ее и конечно же все кто хочет в этом проекте поучаствовать ребят пишите в телеграм в личку вас будут туда добавлять не обязательно чтобы у вас было какое-то образование педагогическое там во первых нам нужны будут вообще чтобы эту школу сформировать нам нужны будут не только учителя не только заинтересованные родители но там нужны будут в любом случае и люди юристы нужны будут те кто будут тот тот кто будет разбираться в праве не только в конституции не только в законах но и подзаконные акты чтобы проковырять можно было максимально четко потому что подзаконными актами у нас столько всего корректируется причем корректируется то что не должно корректироваться то есть подзаконные акты у нас бывает я смотрю некоторые подписаны теми подписантами кто не имел права вообще ставить эту подпись понимаете и вот эти вот моменты их тоже нужно учесть потому что у нас будет не простая школа у нас будет не та школа которая вот нужно и все это естественно нужно будет прикрепиться какой-то школе к московской к сочинской и питерской неважно ребят какой школа прикрепиться естественно будут какие-то моменты чтобы получить для начала для начала получить какой-либо аттестат государственного образца но этот аттестат он нужен будет только до тех пор пока мы свою программу не запатентуем а мы и обязательно запатентуем но будем это делать все поочередно как я вижу чтобы это происходило то есть я давайте сейчас в двух словах вам расскажу кто захочет пишите в личку и уже как раз завтра мы проведем небольшой эфир именно в том чате чтобы где-то вы меня покритикуете где-то вы меня подкорректируете кто-то внесет свое что-то но чем быстрее мы это начнем делать тем быстрее наши дети начнут забивать свою голову не всяким говнищем а именно реализовывать себя пойдут на реализацию себя то есть как я это вижу это дети даже онлайн например к примеру да я сейчас просто в двух словах скажу это будет онлайн школа у которой будут определенные предметы которые мы с вами будем обсуждать и они будут не обязательно и они будут не только те которые общестатистические да вот там еще будут такое что например четвертый класс будет какую-то тему какой-то предмет кто-то из четвертого класса там один ребенок один раз другой ребенок другой класс например с четвертого класса там придаем преподает первоклассникам например математику или там буквы они изучают либо еще что-то а взрослый в это время присутствует учитель либо взрослый ну то есть взрослый же может выучить одну тему чтобы проконтролировать и не мешая ребенку очень нежно корректирует его если он что-то не сделал то есть что здесь вырабатывается в первую очередь в первую очередь ребенок чувствует себя значимым а это очень важно потому что в школе они все говнище получаются они не учи они бездари они еще кто-то в школе их так видят домой приходят родители на них собак срывают там что ты ничего не можешь что и что ты не можешь там три плюс два умножить ну и всякое вот это вот то есть у них вырабатывается вот это вот значимость нужность для самого себя что я могу у них вырабатывается ответственность то есть они четко будут понимать что а я вот здесь погулять не смогу я урок преподаю представляете какой я урок преподаю это второй момент третий момент они дети будут учиться не потребительству дайте мне дайте урок дайте еще что-то она дачу то есть они изначально мы в них будем закладывать вот эти вот моменты когда они пойдут на отдачу на отдавание себя на дарение себе когда они будут делиться теми знаниями которые у них уже есть с тем видением с этим с удовольствием и у них это будет закладываться что ты всегда должен то есть ты должен взять ровно столько чтобы максимально корректно максимально красиво и все до капельки чем больше то есть он будет понимать чем больше он отдаст чем лучше он проведет урок чем больше он расскажет тем больше захотят потом те же ребятки чтобы он провел еще один урок представляете что будет в ребенке то есть у него будет воспитываться то что он чем красивее отдаст все что и в нем есть тем больше и шире он начнет себя чувствовать это первый момент про что я хотела поговорить ну и конечно же мы это будем это будет после онлайн школа конечно же мы будем делать с вами ее физическом плане физическом плане это когда уже появятся инвесторы когда уже будут понимать что да там будут у нас такие дисциплины как тот же цигун та же йога там еще какие то есть те моменты где человек идет на раскрытие своего тела на раскрытия своего аватара в физическом уже проявлении физическо физической школе в физической школе точно так же мы можем в школе что мы можем сделать то можно сделать тот какое то mess что где будут люди собираться и делиться собой делиться своими знаниями делиться своим опытом, делиться тем, что есть в них. Я не знаю, можете это назвать ретрит-центр, можете еще что-то назвать и так дальше. То есть мы можем построить целый город, город, который красивых, глубоких людей, которые идут на дачу, не на вот это вот потребительство, которое ты мне, вот я вот это сделаю, если ты мне это сделаешь. Нет, мы начнем это вот, мы начнем вот это вот отдавание через наших детей. Мы будем смотреть, как это красиво, как это важно, как это глубоко и как мы будем меняться сами, когда мы будем видеть, что твой ребенок бежит на отдачу, когда мы будем видеть, как это приятно. Мы же не сможем себе уже после этого загробастать ничего. Вот, в общем, у меня, ребят, вот такие вот идеи, и это, конечно же, инвестиции. Дети – это наши инвестиции, во что мы еще можем инвестировать. Но не в клочок же с земли, не в какие-то дома, это все временно, это все пустое. А дети – это наше будущее. И если мы начнем вот с этим подходом, то мне кажется, что это будет клево. Если есть какие-то вопросы, ребят, задавайте. И, конечно же, пишите. И по Москве, пожалуйста, пишите в личку, и по школе пишите в личку. То есть завтра проведем эфир, и будем вот эти вот моменты все с вами обсуждать, корректировать. И юристы обязательно нам нужны, правоведы нам нужны будут обязательно. И те ребята, которые просто хотят поучаствовать, которые готовы, нет какого-то образования, но готовы вот это вот сделать. Привет, Раскол. То есть все в наших руках. Куда мы пойдем, так оно и будет. Мы с вами руководим всем, что есть вокруг нас. Никто. Когда мы говорим, что ситуация вот такая, ну блин, представляете, ребята, которые учат друг друга. Как они могут после этого сделать друг другу плохо? Как они могут кого-то убить? О какой войне? О каких дележках может вообще идти речь? Если мы научим своих детей, если ты кому-то что-то даришь, у тебя же не возникнет даже мысли, чтобы это забрать, отобрать к себе это. Ты же уже подарил. Когда ты начнешь идти через отдачу себя, у тебя не возникнет никаких даже моментов того, что ты можешь что-то забрать, что ты можешь устроить какую-то войну, что ты можешь сделать кому-то больно. Больно, чтобы что? Вы когда дарите, вы же дарите это с удовольствием. Когда вы что-то дарите, у вас же никогда не возникают мысли потом это поделить, забрать, отобрать. Это же все идет из других побуждений. Если мы научим наших детей дарить самого себя, если он себя подарил, если он ушел в эти состояния, когда ты идешь через изобилие себя, как ты после этого можешь что-то делить, территорию, вещи, какая-то национальность какая-то будет, религиозность, это все будет на втором плане. Ты не сможешь делить то, что ты уже подарил. А если каждый себя начнет дарить друг другу, что будет? Вот к этому нужно прийти. Невозможно начать делить, начать критиковать, начать злиться на то, что ты подарил, на то, что идет у тебя из сердца. Понимаете, ребята, о чем? И это нужно начинать с наших детей. Если мы это не начнем с наших детей, как мы себя можем перестроить? Мы же для себя очень редко что-то делаем. У нас вообще очень редко... Вот вспомните себя, когда говорят, я там начну что-то делать вот с такого-то числа, я там начну вот это. Когда тебя никто не контролирует, когда там еще... Ну это нужно такую силу воли иметь, чтобы вот это делать. А когда ты идешь в паре, давай с тобой вместе пойдем в спортзал, давай с тобой начнем бегать, давай с тобой начнем вот это изучать, давай с тобой начнем вот это. Ты начинаешь уже по-другому. А когда у тебя, например, болеет ребенок, грубо говоря, Например, что-то, и ты понимаешь, что ему нужно, ну, к примеру, какую-то диету. Ты же с ним садишься на эту диету. Ты же с ним идёшь в эти состояния, чтобы его поддержать. Когда мы кого-то поддержим, всё идёт по-другому, всё идёт по-иному. Так давайте начнём с этого, давайте начнём. Если ребёнок начнёт, если мы будем его учить отдавать, сами же мы уже ничто не сможем загробастать, понимаете? Мы только на отдачу и пойдём, потому что мы не сможем перед своим ребёнком и говорим, ты отдавай, а я потом. Нет, мы будем ему говорить, блин, какой ты крутой, какой ты молодец, ты моя вселенная. И то же самое начнём делать сами. Всё, нас не остановить, это как снежный ком будет. Это будет через изобилие. Это будут другие мы, это другое поколение. Чтобы у нас не было в бла-бла-бла, ой, вот идёт новое поколение, вот идёт там, вот люди уже идут там 4G, 5G, какой-то, не знаю, ребят, не разбираюсь в этом, правда. И что? И мы просто будем говорить, а если мы ничего не будем делать, куда оно придёт? Какие осознания? Невозможно просто через разговор это сделать, давайте подключать, будем действовать. Многие уже делают, может быть, я просто одна что-то не делаю, вот, но мне это очень хочется сделать. Да, я с этим столкнулась, и я вижу сейчас, вот с этой стороны можно делать. Если кто-то ещё с другой стороны, давайте присоединяться, давайте будем делать свой мир. Свой мир во всём, абсолютно во всём. Например, мы группка, школу начинаем делать Другая группка, это начинает делать Третья группка, это начинает делать И вот так вот, это не к тому, что мы Каждый разделился по группам А мы к тому, что мы идем каждый То есть каждый несет с собой Я не знаю, чемоданчик какого-то добра Какого-то счастья самого себя И когда мы это все начнем в одно место складывать Когда мы начнем расширяться Вот это вот и есть наше будущее Ну не знаю, я так вижу, ребят По такому принципу, где старшие классы ведут уроки У младших организована русская школа на Бали Называется Академия Света Клево, клево Мы можем взять какой-то опыт Если мы видим какой-то опыт Но я же не говорю, что мы будем изобретать велосипед Все уже давно изобретено Я знаю, давайте лучше Давайте то, что от сердца соберем у себя И начнем это выдвигать Классно, если есть такие школы Это здорово, просто здорово Поэтому, если есть какие-то предложения Пишите все в личку Давайте будем вот эти вот все моменты обсуждать И выдвигать их Давайте будем свой мир строить Вот это мы будем свой мир строить А то, что просто приехать, покрасоваться, поговорить Вот я такой вот приехал Посмотрите на меня Вот я вот таких вот результатов добился Классно Это тоже нужно Обязательно нужно, ребят Но и дальше нужно тогда идти Поэтому, ребят, если нет вопросов То Привет Ребятки, кто присоединился Я сейчас эфир сохраню Если нет вопросов То я буду заканчивать Потому что я пока в пути Опять в пути Вот И поеду дальше Вот И жду Жду ваших сообщений Жду ваших Корректировок Жду ваших предложений В общем, ребят Давайте Всех обнимаю Всех люблю Поехала дальше Все Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok